Улетай на крыльях ветра, Где край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, Где была так привольно нам с тобою. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Звон бокалов, бой курантов, елка, Дед Мороз. Безусловно, для нас Новый год – это праздник из детства. Это теплый семейный праздник торжества, веселья и вкусных блюд. 300 лет народ празднует Новый год, но однако никто даже и не задумывается, почему. Каждый элемент празднования Нового года имеет особый эзотерический смысл и является, как вам не покажется, диким ритуалом черной магии. Вы не ослышались. Ритуалом черной магии. Дата, елка, время празднования – 12 часов ночи. Все это не случайно. Я ни в коем случае не хочу испортить вам новогоднее настроение и для некоторых из вас, то, о чем я вам сегодня поведаю, покажется мрачной и сложной информацией. Но вы и ваши дети должны об этом знать. Своё мнение вы оставите в комментариях. Чё такая дерзкая? И все они для меня важны. Итак, начнем с даты. Почему именно 1 января отмечается Новый год? Во всех календарях в Царской России этот день был отмечен Новый год обрезания Господня. То есть, по сути, мы празднуем религиозный праздник обрезания Господня. Вопрос. Это чей такой религиозный праздник? Вроде у нас на Руси не принято обрезать мужчин. Всем известно, 25 декабря на Западе празднуют Рождество Христово. А ритуал обрезания Иудея по церковным канонам осуществляется на 8 день от его рождения. Таким образом, 1 января является 8 днем от Рождества Христово и официальным праздником обрезания Господня в католической церкви. И вот с тех пор весь мир по сей день отмечает праздник Нового года 1 января. А вы знаете, что у нас на Руси было свое летоисчисление? Мы праздновали не Новый год, а новолетие. Мы до сих пор спрашиваем, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов. Более детально, если вам интересна эта тема, вы можете узнать из моего ролика, когда праздновали новолетие на Руси, а также история Нового года. Идем дальше. Почему евреев обрезают именно на 8 сутки после рождения? Это связано с тем, что в первые сутки после рождения открывается первая копчиковая чакра, исток. Слово «чакра» в санскрита переводится как «колесо» или «диск». Их всего семь, расположенных вдоль позвоночника, через шею и макушку головы. Каждая из них соответствует определенным органам, а также физическому, эмоциональному, психологическому и духовному состоянию, и влияет на все сферы нашей жизни. Внутри этих чакр находится чистая исцеляющая энергия. На 8 сутки открывается половая чакра – зарот, и готовится открыться третья чакра – живот. Во время обрезания от боли у младенца третья чакра не открывается, и человек вырастает биороботом, не умея различать добро и зло. Три нижние чакры отвечают за материальное, три средние – за душу, три верхние – за дух. И главный смысл этого ритуала – удержание людей в статусе биороботы, чтобы люди не развивались духовно, не открывали свои чакры и не раскрывали свой потенциал, чтобы было просто управлять и контролировать людьми. Характеризуя современную ситуацию в мире, можно сказать о наличии паразитической системы, которая управляет всем человечеством на Земле не одно тысячелетие лет. В России переход с Юлианского на Григорианский календарь был введен в феврале 1918 года декретом Совнаркома. По сей день все бывшие республики СССР живут по этому календарю, а значит, реальное время жизни всех подсоветских народов полностью совпадает с католическими христианскими праздниками. В соответствии с небесной механикой, астрономией, реальный физический солнцеворот, зимнее солнцестояние на небе происходит 21-22 декабря. В это время славяне отмечают праздник Каледа. На третий день после этого световой день начинает увеличиваться и солнце начинает расти, символизируя его рождение. Соответственно, именно 1 января по небесной механике является восьмым днем, считая с 25 декабря, когда по христианскому мифу младенцу Иисусу сделали обрезание. Таким образом, то, что православная церковь по сей день живет по юлианскому календарю, который на 13 дней отстает от реальной небесной механики, это никаким образом не влияет на физическую реальность и на реальность времени общепринятого григорианского календаря. Единственное, что верно в праздновании Нового года, это смена календарных дат, даты смены последнего дня года уходящего на первое число наступившего. Первые сведения о праздновании Нового года относятся к древней Месопотамии. Отмечания проходили во время весеннего равноденствия, то есть примерно 20 марта. Так люди приветствовали весну и пробуждение природы. Сам праздник посвящали древнему владыке богов Мордуку. В Вавилоне Новый год назывался Акиту и на увеселительные мероприятия выделялось целых 12 дней. В это время жители совершали ритуалы, выбирали правителя, а еще обещали богам, дабы избежать гнева с небес, что в будущем году станут лучше и будут творить хорошие дела. Древние египтяне, финикийцы и перцы начинали Новый год с осеннего равноденствия около 20 сентября. Все вертелось вокруг сельского хозяйства и начало посевных работ. В Египте праздник посвящали разливу реки Нил, именно она давала жизнь всему вокруг. Отмечали пышно и жертвоприношениями богу Нила, чтобы тот не скупился на урожай. У греков Новый год наступал летом, потому что летоисчисления они вели от первых Олимпийских игр в честь Геракла. Главную роль в судьбе Нового года сыграл знаменитый правитель Юлий Цезарь. Он подарил миру юлианский календарь и дату празднования 1 января. Месяц январь назвали в честь Януса, бога путей и начал. Божество изображали с двумя лицами. Одно смотрит в прошлое, а другое обращено в будущее. Идеальный символ Нового года. В Средневековье, когда властители Руси еще верили в теорию, что Москва – Третий Рим, Новый год отмечали совершенно иначе. Тогда страна жила по другому календарю и вела отчет о сотворении мира. Если копнуть еще глубже по поводу дат праздников, то почти все нынешние официальные праздники приурочены к датам иудейской еврейской истории. Их цель – объединить людей на энергетическом уровне, при этом использовать выделяющуюся энергию в своих темных целях – организации войн, революции, ритуальных убийств, терактов. Мне два по сто и в одну по сотню. К полумерам не привык. Празднование каких-либо событий всегда сопровождается бурной отдачей энергии. А если празднество проходится спиртным, то отдача энергии увеличивается многократно. Самая большая ценность алкоголя в том, что он полностью снимает энергетическую защиту организма. Ради этого полезного свойства нам и навязывают алкоголь. На Руси пили мало. По большим праздникам варили брагу, медовуху, пиво. Но это были слабоалкогольные напитки. Содержание в них спирта не превышало 10 градусов. А вы знаете, что все солнечные славянские праздники были искажены религией и заменены на лунные и ночные. Заметьте, что Рождество и Новый год празднуют в полночь. Все темные магические обряды проходят ночью, в полночь. Ничего себе совпадение, не правда ли? Теперь каждый раз помните. Отмечая Новый год в 12 часов ночи под звон бокалов и бой курантов, вы запускаете свою энергию в темный инфернальный эгрегор. Я считаю, что самое страшное обрезание было проведено над моим русским народом, у которого было обрезано столько лет прошлого. Своё летоисчисление, своя вера, свой язык, азбука, своя история, свои традиции и праздники. Русская азбука, которая была в обиходе вплоть до 1918 года, это набор графических знаков, обозначающий смысловые образы, а не простые звуки. Отсюда русское слово «образование», «образоваяние», «составление образов», «смысла слов». Знаки азбуки называются буквицы. Каждая буквица несёт в себя отдельное смысловое понятие. Исковеркать наш образный русский язык. Многие не понимают, почему слово «русский» правильно писать через одну «с». У Пушкина слово «русский» пишется с двумя «с», а дальше считал правильным вариантом с одной. По одной из версий, слово «русский» с удвоенной «с» пришло в наш язык благодаря Петру I и его реформам, ориентированным на Европу, а укоренились уже приурождённой немке Екатерине II. Согласно другим версиям, слово «русский» обрело вторую «с» гораздо раньше. Например, когда иностранцы приезжали на Русь, то на вопрос «чья это земля» получали ответ «в сие есть Русь» или «русь сие». Так и получилось «русь сие», а живут там русичи сие. Из-за слияния этих слов получился вариант с удвоенной «с». Друзья, задумайтесь. Мы до сих пор спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов. А древние своды записи о прошедших событиях назывались летописями, а не годописями. У староверов и поныне лето из зачисления. Лето из чисел. Ведётся от весеннего равноденствия. В отличие от 1 января, эта дата хоть как-то привязана к астрономическим событиям. В большинстве стран слово «бог» при произношении говорится как «гад». У них даже «бог» произносится как «гад». Змея, наги. По-немецки «бог» – «год». По-английски «год». Можно сделать вывод, что в русский язык слово «год» попало с немецкого или голландского языка, которому у них навязывали их бога, но не нашего. Тогда всё станет на свои места. Юного царя Петра I, который поехал в европейское посольство, подменили на зрелого сорокалетнего мужчину, который вернулся через несколько лет и в процессе европанизации совсем забыл родной язык. Из всех его слуг, а это около 200 человек, обратно вернулся только князь Меньшиков, а все остальные слуги оказались иностранцами. Сволочь ты, Алексашка! Сволочь! Сволочь! Ну, своя! Именно поэтому при дворе Петра I не говорили по-русски. Было принято при дворе говорить на немецком и голландском. В родных языках группы сопровождения, прибывших под видом челяди. Вот откуда ноги растут у слова «год». Ель – дерево колдовское во всех традициях. Остающийся зеленый круглый год, она почитается как дерево, символизирующее мировое древо, чей ствол – сам род, ветви – родные боги, маленькие веточки – предки, а иголки – люди, живущие в яве. Пока иголка зелена, жив человек, высохшая и упавшая с ветки иголка – знак смерти. Ель – грева навьих духов. По народным поверьям, на ее ветках находят временное пристанище и отдых души предков. Традиция праздновать Новый год с елкой в компании с непременным Дедом Морозом и Снегурочкой так прочно укоренилась сегодня во всех республиках бывшего Союза, что кажется, будто существовала эта традиция всегда. Хорошо подумайте перед тем, как приносить в дом срубленную елку. Мертвое дерево – не лучшее начало года. В эпоху двоеверия, когда сжигание мертвого тела на краде заменилось трупоположением в землю, из еловых досок часто делали гробы. И по сей день путь от дома до могилы устилают свежесрубленными ветками ели, чтобы душа умершего шла по этим следам к месту захоронения своего тела. Считается, что именно от могилы она начинает свой путь. А могильный холм обкладывают ветками, дабы закрыть проход из Нави в Явь. В лесу самая толстая, высокая и старая ель почитается как дерево хозяина леса. Существовал также обычай удавившихся и вообще самоубийц зарывать между двумя елками, поворачивая их ничком. В ельнике хоронили умерших. Эти смыслы живы в коллективном сознании до сих пор. Посмотрите на Некрополь, кладбище первых лиц у Кремлевской стены. Какие деревья там посажены? Ели. На главной площади страны кладбище среди елового леса. И вы еще смеетесь над приметами? Также известен распространенный запрет на посадку ели около дома из-за опасения смерти члена семьи мужского пола. У ели энергия необыкновенная, сильная, понятная не всем людям, поэтому так много мистики к елке приклеивается. Русалки прячутся под ветвями, а в корнях прячутся их дети. Лесные духи качаются в еловых ветвях, точно в люльках. У древних кельтов ель считалась обиталищем лесного духа, требовавшего кровавых жертв, внутренности людей и животных, которые друиды регулярно развешивали на ветвях дерева. Когда крепшая христианская церковь запретила жертвоприношение, народу Европы заменили внутренние органы шарами из дерева, которые в дальнейшем стали стеклянными, и тряпочными, и бумажными гирляндами. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. Окуривание тлеющими еловыми ветками используется для очистки помещения, правда от нечисти эффективнее можжевельник. Очистки больных людей и предметов от вредоносного влияния сил НАВИ. Ель – природный психостимулятор. Она изгоняет депрессию, успокаивает душу. Кроме того, запах ели является отличным бактерицидным средством. И еловые лапки очень полезно приносить в дом не только на Новый год, но и в обычные дни, особенно когда кто-то из домашних приболел. Елочная детка-шишка – тоже вещь непростая. Даже если вы поддержите шишку в ладонях всего несколько минут, избавление от негатива гарантировано. Для поддержания чистоты вашего ментального пространства полезно иметь в доме несколько хвойных шишек. В 1906 году философ Василий Розанов писал, «Много лет назад я с удивлением узнал, что обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных русских обыкновений. Елка в настоящее время так твердо привелась в русском обществе, что никому в голову не придет, что она не русская». Праздничное значение елка получила в России по возвращении Петра I домой после своего первого путешествия в Европу. Своим указом от 20 декабря 1699 года день новолетия, до этого отмечавшийся 1 сентября, переносится на 1 января. День этот объявлялся праздничным, предписывалось на домах вешать украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Примечательно, что первыми начали украшать крыши петельных заведений, поэтому кабаки получили в народе название елки. Петр I сурово и долго насаждал новую традицию елку. Таким образом, елка стала главной деталью новогоднего праздника. На рождественском дереве была восьмиконечная вифлеемская звезда, древний ведический сакральный знак прошлой легендарной цивилизации планеты. И для тех, кто не в курсе, если срубить ель под корень, она умрет, а по сути это убийство дерева. Мы все живем в таком мире, когда многим проще быть частью бездумной толпы и участвовать во всех кипишах, кроме голодовки. Но все же призадумайтесь на эту тему. Будете праздновать Новый год? Знайте, вы празднуете сбор налогов римлянами. Это святой праздник для русских. Поэтому надо всю ночь пить, жрать до утра. Как встретишь Новый год, так его проведешь. Это правильная примета. Кроме того, кто ночью веселится? Бесы. В 12 часов обычно главный бес собирает бесов. На веселуху. Вы понимаете, что происходит? В завершении мне хочется сказать. Пора просыпаться. Пора не думать навязанными установками. Пришло время услышать свою генетическую родовую память и интуицию. Давайте возвращать свои традиции и культуру. 31 декабря наши предки целый день отмечали праздник Щедрец, Щедрый вечер. Обычай щедро накрывать стол на 31 декабря как раз и остался с тех времен. Но праздновали этот светлый праздник, когда еще было светло, то есть днем. Ночью наши предки праздники не отмечали. Давайте наконец-то подпитывать и Грегор собственных богов, а не чужих гадов. Может и жизнь на земле нашей наладится. Дорогие мои подписчики и гости канала, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, оставляйте свои комментарии и будьте здоровы и счастливы!